Снова всем привет! Сегодня я снимаю видео о фаворитах сентября. Опять же запоздалое видео, но вот решила снять для разнообразия. Обычно как-то мне не удается снимать такие видео. Не знаю почему, но наверное я попробую сделать это видео постоянно, но не обещаю. Как-то вот не складывается у меня с фаворитами. И вот в фаворитах сентября у меня в первую очередь фаворитом была такая вот пенка от Dr. Natural. Очень хорошая пенка. Она с очищающим узле лица для всех типов кожи. Содержит минералы мертвого моря, натуральные экстракты, зеленый чай, ромашка, корень женьшеня, витамин Е, которые мгновенно растворяют декоративную косметику и очищают кожу, не нарушая ее гидролипидного барьера. Я такими средствами не смываю косметику, я смываю остатки косметики. Невероятно приятно пахнет. Я вот уже ее половину использовала, просто ее не видно из-за упаковки. Я отдирала в упаковку, чтобы посмотреть. За месяц я использовала половину пенки. Очень хорошая пенка, нравится замечательно. Очищает кожу очень бережно, очень нежно и на самом деле увлажнять не увлажняет, но не пересушивает ее во время умывания. Дальше у меня таким фаворитом сентября стало вот такое вот масло от Glisskur. Давно я его покупала, пользуюсь им очень активно, но вот как видите на самом деле не так уж много использовано. С сентября я начинаю более активно использовать масла обычно, потому что на улице холодает и защита в защите и кожи и волосы нуждаются намного больше, чем в теплое время года. Также моим фаворитом сентября был токоферол от Stad. Использую его и на все лицо, в маске, в кремы, под глазки, куда угодно. В общем, вот уже почти полбутылки у меня закончилось. Опять же, фаворитом сентября стало касторовое масло. С начала сентября, может быть не самого, конечно, но чисел из десятых я начинаю его использовать каждый год на брови и ресницы, дабы защитить их от, опять же, морозов и дополнительно их подпитать, стимулировать рост ресницы бровей, опять же, и придать им дополнительную защиту. Здесь также, кстати, добавлен токоферол от Stad, витамин Е, добавлено репейное масло. То есть вот таким вот растворчиком я начинаю пользоваться сентября. Фаворитом сентября, как летом и вообще последнего времени, у меня вот такая дымка является от марки Freshline, и ребус, очень приятно пахнет летом, она освежала зимой, точнее вот в осеннее время, она по-другому пахнет как-то на теле, то есть более такая согревающая душу дымка. Также фаворитом сентября у меня был вот такой вот Мостур Райзингфуд крем от марки Sally Hansen, его осталось совсем немножко, второй такой же, конечно же, покупать не буду, я как-то не люблю зацикливаться на одном и том же креме для ног, но мне этот крем нравится, очень хорошо питает кожу и неплохо справляется с трещинками. Также фаворитом сентября у меня является вот такой вот Мостур Райзинг Боди Лосьон от Lumine, как видите, он там уже почти закончился. Закончится куплю второй, несмотря на то, что на зиму я предпочитаю более плотные текстуры, неважно, закончится, куплю второй, очень мне нравится его аромат освежающий, не устаю просто наслаждаться этим ароматом, он не остается на теле к утру, но замечательно увлажняет кожу и вот засыпать под этот аромат просто невероятно приятно, очень мне он нравится. Дальше из уходовой косметики у меня фаворитом сентября был вот такой вот Лосьон Хейдрационист от Estee Lauder, мне его подарили, когда я сказала, что мне безумно понравился он в пробнике, мне подарили, правда, не крем, а лосьон. 50 мл, я им сейчас пользуюсь с утра, так как он очень легкий и очень быстро впитывается, невероятно хорошо увлажняет мою кожу. Аромат у него такой, знаете, огуречный, очень легкий, очень свежий, очень мне нравится и с удовольствием использую, не могу сказать, что я его буду покупать, если подарит, то подарит, покупать, наверное, не буду. Также фаворитом сентября у меня стала вот такая вот сыворотка Sensitive Touch от Lumine, замечательно устраняет раздражение, покраснение, очень хорошо успокаивает мою кожу в конце рабочего дня. И замечательным моим, наверное, наилюбившим средством стала не только фаворитом сентября, но это будет, наверное, постоянным фаворитом, сыворотка Витамин С плюс от марки Lumine, с роликовым аппликатором, такая замечательно убирает мои круги под глазами с утра, и на протяжении всего дня они не появляются, даже не нужно сильной маскировки. Также из уходовой косметики у меня фаворитом сентября стала сыворотка Витамин С плюс, вот такая вот, ее я чаще всего использую с утра, для того, чтобы придать коже более сияющий, свежий и более ровный тон, она очень хорошо насыщает кожу витаминами, и замечательно, ну вот, придает такой здоровый вид кожи, так как я сама очень белокожая, и в осенне-зимний период, начало весны, я выгляжу вообще как бледная поганка с синим и серым оттенком кожи. Вот эта сыворотка помогает мне этого избежать, и выглядеть не такой болезненной, как я выгляжу обычно. Обычно у меня даже, ну, на протяжении вообще всей осени, всей зимы, меня спрашивают, с тобой все в порядке, ты не заболела? Я уже устала отвечать и объяснять на эти вопросы, что я, в принципе, у меня такой цвет кожи всегда, и я выгляжу так всегда, и это нормально. Но вот благодаря этой сыворотке мне перестали задавать такие вопросы. Также фаворитами сентября стало масло Каипут. Каипут. Это разновидность чайного дерева, и бывает такое, что в магазинах не найти хорошего чайного дерева, можно взять масло Каипут. Оно точно так же справляется с воспалениями на коже, точно так же, как и чайное дерево, хорошо их убирает. Я его добавляю в базовые масла на данный момент, и использую для профилактики воспалений, потому что осень – это сезон авитаминоза и очень частых высыпаний, по крайней мере, на моей коже. Благодаря этому маслу я их пока что избегаю. И масло лаванды. Ну, это женское масло, насколько вы знаете, наверное, уже, оно от любых проблем. Я его использую для дополнительного питания кожи, для улучшения эластичности кожи, и, опять же, дополнительного предотвращения каких-то воспалений. Из декоративной косметики, а, еще из уходовой косметики, моим фаворитом в сентябре является Advanced Night Repair от марки Estee Lauder. В совокупности с сывороткой от Lumine витамин С+. Вот этот крем дополнительно помогает убирать мои круги под глазами. Хорошо работает. Как я заметила два года назад, когда я им пользовалась, он мне очень помог в борьбе с кругами. Также сейчас он очень хорошо с ними справляется. И, наверное, раз в два года для любой девушки это очень неплохой такой курс по предотвращению кругов, мешков, морщинок, ну и вообще всех проблем, связанных с нашими глазками. Точнее, ну, с проблемами, которые появляются с возрастом под глазками, мимические морщинки, круги, опухлости, ну и так далее. Все, что я уже перечислила. Замечательно работает. Пользуюсь я месяц. И он даже почти нисколько не уменьшился. Вот это декоративной косметики моим фаворитом сентября стал BB крем от марки Evelyn. Так как у него довольно плотное, хорошее покрытие, мне он из-за этого очень нравится. И дает хорошее питание, увлажнение, в отличие от обычных тональных кремов. Пользовалась я практически им одним. Держался у меня целый день на лице. Кто-то у меня под видео спрашивал, если на него попадает вода, оставляет ли он разводы. Девочки, я такого не замечала. На мне он разводов не оставлял. Держится целый день идеально. Я с ним ходила и в довольно сильный дождь, и в моросящий дождик. Не оставляет он разводов. Ничего с ним не случается, с этим BB кремом. Также моими фаворитами были две пундры. Это Skin Finish от Catrice. Она мой фаворит лета, фаворит сентября. И, наверное, я уже никогда не откажусь от этой пудры, как я сказала в моих мастхевах. Да, за последние месяцы она стала абсолютным мастхевом. Не могу я жить уже без этой пудры. И вторым фаворитом в сентябре стала вот такая вот пудра MOTIFIC от марки Гош. Тоже уже почти заканчивается. Нравится, потому что она транспарантная. Она не дает оттенка. Я, в принципе, не люблю пудры, которые дают оттенки. Оттенок какой-то, потому что кожа моя слишком светлая. И пудры обычно все темнее. Поэтому предпочитаю транспарантные пудры, которые не дают практически никакого оттенка. Фаворитом сентября у меня был вот такой вот Tinted Lip Balm от марки Lumine. Я говорила о нем в мастхевах еще в каком-то видео. Шикарная вещь, замечательно увлажняет губы, защищает их от воздействия окружающей среды. Он стал не только фаворитом сентября, но и стал моим мастхевом, без которого я не могу жить. То есть я не могу выйти на улицу, не нанеся его на губы. И последний мой фаворит сентября это румяна от марки Catrice. Вот в таком вот оттенке. Это оттенок Apricot 050. Я уже показывала его в покупках. Очень он мне понравился. Он дает очень легкий оттенок, немного мерцающий, очень натуральный. То, что нужно в сентябре и вообще осенью для моей светлой кожи. Ну вот, это были все мои фавориты сентября. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok